Ну, вот она и, друзья, третья карта. Честно скажу, не ожидал, что у парней из ЭВГ будет настолько жёсткая баталия. Так. Не туда улетел. Жму кнопки. Все, что вижу на экране, мне всегда помогает. По ходу игры обновятся результаты, которые вы можете найти на сайте pub.ausum.gg. Flash Scoreboard, ну или просто ausum.gg. Там очень простое, очень интуитивно понятное управление. На мой взгляд, один из самых приятных среди всех сайтов по PUBG турнирных именно вариациям. Весьма комфортно для понимания. И я вам, кстати, расскажу, как изменятся очки. После первой карты парни из Эвангара были на седьмом месте. Но второй матч с четырестым местом, конечно, результат, который будет очень заметен. По очкам, конечно, будет серьёзная просадка. Но, надеюсь, это никак не помешает нашим парням показать себя красиво на третьей карте. Стоит, друзья, немножко подождать. Летят альтернейты на сосновку. Вижу я, как высаживаются в полном составе финстаг. Так, в Приморский финстаг, кстати, неплохо отыграли первую карту. Прям вот очень даже неплохо. На второй в целом всё отлично было. Но посмотрим, что будет дальше. Вот в чём вопрос. Вопрос открытый. Да, на второй карте ребята опустились всё-таки на вторую строчку. Отдали её команде Team Redzone. Ну, Redzone молодцы. Redzone играют очень стабильно. В топ-10 попадают, собственно, постоянно. И благодаря этому поднимаются наверх. Ну, и парни из JO за счёт победы они смогли, собственно, подняться на третью строчку. Авангары занимают после двух карт 14-ю строчку. У них 87 очков. Но всё это есть на сайте друзьям. Я постараюсь вам и в чат отправить ссылку, чтобы вы были в курсе. Вы её, конечно, уже увидели. Но, тем не менее, я вам голосом всё равно продублировал. Делаю 8 минут, поэтому не обессудьте. Не задавайте вопросов мне в чате старски. Ну, ты чего тут рассказываешь? Мы это всё уже сами видели. Рассказываю для тех, кто... А, не смотрит чат и кто не из будущего. Оник и Дрейнис переворачиваются. Крис и... Ирис. Здесь, конечно, будут Дрейнисы убивать. Крис, конечно, невероятно хорош. Эрикс. Где они успели взять оружие? Как же... ВГ, ВГ. Что же за чёрная полоса? Ну, я, знаете, на самом деле и рад. Я верю в законы мирового равновесия. Если у парня сейчас не прёт, а именно другим словом я это даже назвать не могу, то на АЕМе, в Окленде... Ух! Пойдёт жара. Точнее, в Катовице. Точно, Катовице. Не Окленд. Вот это бойня, конечно, для АВГ. Кин и Жан остаются вдвоём. Коворка, как вы понимаете, уже заряжает свой дедов. Ох, этот коворка. Ребята из Бланк... Бланк Ю. Это именно они убивали. АВГ находится сейчас на четвёртой позиции. И, сами понимаете, за свой спот хотят драться. При этом киллов относительно у них и немного. Всего семь, например. Даже у пятого места Тим Кинги киллов 13. На Ноблы на седьмом месте у них 11 киллов. А здесь у Бланки всего лишь семёрка. Но это не мешает им в топ-4 подниматься. Потому что у парней, во-первых, есть одна победа на первой карте. А во-вторых, есть... О, прошу прощения, не победа. У них есть топ-10. Ну и там был, по-моему, топ-12. Что-то такое. В общем, ребята стараются держаться в комфорте. Ну и из-за того, что команды, которые себя неплохо проявили на первой карте, на второй, отлетели очень рано. У ребят вообще полный комфорт. Стараюсь вам побольше рассказать о Бланке. Рикс, кстати, капитан этой команды заявленный. Ребята играют без заявленных каких-то замен. Все, кстати, семь киллов сделаны были Крисом в их команде. Вот такие вот любопытные вещи. И Крис держит, между прочим, в индивидуальном зачете по киллам первое место. На втором месте Сейки. Это игрок, собственно, команды Финстак. И дальше сразу двое из Кингвин. Ларсон, Мираку по 5 киллов. Ну и Редзон. Команда Редзон с Эллис пятерочкой своей киллов. Киллов, собственно, этот самый топ-5 закрывает. А если говорить вообще о киллах команд, то первое место им Редзон и в общем зачете и в киллах. 14 настреляли. На втором месте идущий в общем зачете на пятом Кингвин с 13 киллами. Ну и Финстак, который на втором месте здесь по киллкаунту. На третьем у них 12 киллов. Вот такая вот, ребята, инфа. Пытаются Кина взорвать. Ой, Кин хорош, только вот гранатка залетает, но Кина с божьей помощью не нокает. Причем не понял я, как это могло произойти. Видимо, станется навсегда загадкой. Кин решил пушить. У него нет, видимо, опции. Ах. Рикс уже прикрывает своих тиммейтов. Ну и Кина здесь как-то Тастик забьет кулаками. Жан остается в одиночестве. И Жан, как вы понимаете, уже ушел на боксы. Вот эти контейнеры лутать. Как я понимаю, киноопций таких не было. Жан будет выживать один. У Жана дробовик. Жан крайне бедствует. Второе. Вторая касочка. В общем, все очень-очень плохо. Авьен, кстати, Зика высадил. Пытались здесь проехать. У Тедава, кстати, могут быть тоже проблемы. Тедаву нужно лишь одно попадание, но нет. Этого попадания в Тедава никто не даст. К Тиабону приедет. Будут вместе там выживать. Но, сами понимаете, очень-очень кровопролитное сражение. Спасибо. Спасибо. Смотрим. 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 Аутсайдеру вообще в целом комфортно, я думаю, с таким биноклем. Приезжает Кингвин. Очень хороший компаунд, на мой взгляд, под гадкой. Вот в этой зоне между гадкой починками и мостом. Вот этим треугольником ментальным. Если его нарисовать, это будет один из лучших компаундов. Опять работает сверху DC. DC в отличной позиции, могут нарабатывать по всем абсолютно командам. Смотрю, как Кримсоны, далеко расплитавшись, рискуют и не успеть вовремя. Редзоны, кстати, могут и DC в спину стрелять. Это, конечно, неприятно. Иван, видимо, как раз таки в эту самую спину получил. Захиливается. Фликс. Приехал своим тиммейтом. Молодой человек в желтых, обтягивающихся штанах. О, слышит корячок и понимает, что это не его война. Венете за спиной у него получается. С этого коряка, правда, в тело. Венете нужно убегать. Ага, ну и редзоны тоже начинают нас стреливать. 12-й мне приятно. Нужно, нужно уходить отсюда. Оп-джи. Чекает в окно, где что происходит. Пингвин. Хорошие, кстати, камни. Здесь нет смысла пушить, разумеется, дом с гаражом. Это очень сложный для пуша дом. Это здание практически нереально принять. Если вы, конечно, не попадаете на АФК людей, которые в этом доме лежат и чекают только дверь. Если люди смотрят в окна, если есть вот этот разведчик на крыше, который собирает Infu360, то вариантов практически нет. Получает в голову, лишается каски. Неприятно. Пингвин. Показывает нам вновь его. Но что, он не будет пытаться как-то пикать. У него МКОС, у него ЮМПИК, то есть два оружия, которые на такой дистанции против грамотных людей нельзя. Просто-напросто нельзя использовать собственные выгоды. Кайгат выцеливает Кайгат. Кайгат стрибах пока еще не совсем точная. Убас. Ох, здесь можно Антону принять. Нет, в НБС он не попадает. Хотя казалось бы, да, огромный УАЗик, но огромный УАЗик лишь буквально 4-5 пуль выловил. Так, еще тройка-четверка залетела. Обжи. Все 16 команд еще живы. Обжи будет закрывать зону. Посмотрите, там серьезная настрелка ведется. Парни на камнях в недееспособном состоянии находятся. Но и, кстати, да, здесь и восьмому-то складу лучше отсюда убираться. НБС погибает от взрыва. Видимо, во что-то врезался и не смог затормозить. Такое тоже бывает. Второй из Кримсонов находится под огнем. Пожалуй, мы не знаем, где НБС закончил жизнь самоубийством. Джимбави прокачали его УАЗик. Кстати, обратите внимание, он не стесняется. Пулич держит одной рукой, пока ведет УАЗик. ГАКСИ. ГАКСИ пушит, и ГАКСИ принимает решение с Финстаком здесь не драться. Кингвины отступают. Тактическое отступление, быть может, даже в воду. Обжи. Но Обжи в комментаторские бухи зажимают. Ах, ВЕНИТИ. ВЕНИТИ. ВЕНИТИ обжи справляется, и ВЕНИТИ в будке остается. Но он будку обрабатывает КТАНК. АУТСАЙДЕР, Джейфон, ПРИТИ БАТС. Пытаются, пытаются. Ну, КТАНК ИКС-15, конечно, ФУЛ КОМФОРТ. Такую трубу работать. Да, отстреливать колеса мотоциклом, быстро отсюда не уехать, и эти комментаторские будки будут проблемы. Ошибся я на счет Кингвин, не стали они уезжать ближе к воде, заняли компаунд на краю круга. И ЖАДА нам показывают. ЖАН все еще пытаются успеть и в зоне. В принципе, шансы есть, но, конечно, если будут зону чекать, то закрыть его нет особых проблем. Он бежит весьма открыто, на большой дистанции, опять же, не будет травы у многих соперников. Это нормально, это механика игры. Соответственно, будет бежать и особо укрытия не будет. Поэтому, если Фингвин отсюда не уедет, весь 15-й сквад не поменяет позицию, то тогда, собственно, шансов у ЖАНа немного. Но посмотрим. Не будем ЖАНа хранить раньше времени. ЖОУ, кстати, практически в воду ушли, как я понимаю. ЖАН ЖАН не нервничает. Это самое главное. Как видите, ЖАН смещается ниже. Это правильное решение. Как раз таки уходит в свободную от сквада в зону. А что случилось там? Вард просто стоит, убрав оружие за спину. Как же душат этих парней в комментаторской будке. Но очень, очень много свободного пространства. ТЕКСА НОКУЙТ. У ЖОУ, кстати, нет опции. По-моему, там фрагда есть, если я правильно помню рельеф, за которым стояли парни. Так, ну и что, круг сместился. Смотрим, что в круге. Кстати, круг весьма комфортно сместился для ЖАНа. Все болельщики АВГ могут искренне надеяться на то, что у ЖАНа получится как-то зацепиться. ТИДАВ. Каски нет, зато есть дробовик. План-то неплохой. Ох, как тут пытаются Дасю-то сжечь. Но Дася теряет половину здоровья. Парни выходят очень печально. Дася будет взорваться. Нужно отползти. Нужно взорвать Дасю, возможно, даже самим. Хантастик. Пытается найти свою цель. ЖАН уже в круге, как вы понимаете. В следующей точно успеет. Если, конечно, его не найдут там рядом. Пыти-бац. Падает у Джейфо тоже проблема. Здесь вот достоялись на горе шесты. И посмотрите, как же много по ним огня. По ним сейчас работают с разных сторон. Как минимум три сквада. И все. А вот и ошибки подъехали. Поверили в себя сейчас. Реально поверили в себя. И весьма зря, парни. Ну, что тут сказать. Скорее всего, здесь все рассыпятся. Не знаю, в чем был план, но план явно трещит по швам. А все так неплохо начиналось. Это, между прочим, парни были из ТБД, которые сейчас шестнадцатую строчку занимают. В общем зачете по итогам двух карт. лауд. Показывает нам Венити. Венити видит проезд машины. Выходить, стырять опасно, пока... Ой-ой-ой, тут Ботсман приезжает на лицо. У Ботсмана калаш. Это... Это хорошее подспорье. Так. Ботсмана простреливает, он закрыт дверь. Все нормально, парни здесь разобрались. Так, кабинка занята, соседняя, просто восьмым складом. Я почему-то подумал, что это к ним подъезжает, но нет. Это к своему. Заскочили парни, но в итоге Венити здесь посидит еще немножко. Вот там от Молмана, кстати, неплохая работа. Феджик. Попали парни в засаду. Феджик очень битый. Феджик. Похоже, Молман будет выживать дальше один. Феджика не должны пускать. Молман пытается поднять тиммейта. Набревают. Набревают Феджика и Молман. С ЛГ, конечно, драться здесь не с руки. Скорее всего, Молман потеряет тиммейта. Тимми Зет закрывает Жанна. Минус Мимоно. И АВГ. Команда, которая занимает 16 место. Молман, я думаю, ненадолго переживет. Молман погибает. Его убирают DC и топ-15 для его сквада. Как вы понимаете, до компаунда дошел Жанн, до того самого, где сидит Тимми Зет и где-то там Тимми Зет его подловил на левой части круга. Но это было близко. Неплохая попытка. Мимо метки, то, кстати, Гакси пролетел. Понимает, откуда примерно атакс по нему работает. Но, как вы понимаете, там не только атакс. Там есть еще слева один сквад. В общем, Гакси приехал в отличный бутер. Надо только понять, чем это сэндвич. Ну и опять 45 живых. У нас буквально два круга. И все будет ясно. Даблс ползет. Не знаю, правильно ли это решение. Танк приехал прям в центр практически. Там чуть выше центра круга. Пытается занять позицию. К нему еще и тиммейты потянутся. Но там очень сложная зона. Дизи погибает. Экскрис его вновь высаживает. Экскрисов 4 кила. Я вас придержу в курсе. Экскрис рискует стать самым успешным, самым убивающим игроком на этом турнире. В сегодняшний день, разумеется. Сейки. Смотрите, как много игроков в воде. Сейчас весь этот водный стадион поплывет вперед. Дизи идут под круг. Попутно съедает Селеса, но и Фауста попадает под огонь. Сейчас нужно попытаться найти место, где можно отдохнуть. Тут Маккан впереди. Дизи уже теряет Ивана. Гаврана хотят порезать. Здесь Редзон. Идея не из лучших. Ну вот они, Бутерброд Гейминги. Катастик. Фауста видит, простреливают его и Ивана. Хорошая граната и Джокис погибает. Но Фауста вряд ли отсюда едет. Предположу, что все-таки его выбьют из машины. От Фауста буквально два попадания и он мертв. Но он не получает их и он не мертв. хаешки навстречу. Интересное решение от Кримсона. Даблс он этой хаешки в слово вырубает. Его идут пушить. Одного, второго и в спину погибает от выстрела Тимми Зет, как я понимаю, от Джефф Бава. Но это было очень круто. Принять смог благодаря хаешке отличной стрельбе троих. Но вот господина Тимми Зет не принял в расчет Тимми Зет тот самый, который убрал и Жана достаточно жестко принимает еще одну команду. И в итоге 12 команд. При этом все, кто в воде, как вы понимаете, шансов на выживание практически не имеют. Экс Крис вынуждены, как я понимаю, тоже с тиммейтами ушел в зону, но у него хотя бы есть на ХГ Рикс, Рикс, который может дать возможность своим тиммейтам выйти из воды. Экс Крис. Пытается Майдай не выпустить. Майдай заходит за пригорчик и Майдай не видно. Сейчас посмотрим. Поездка так себе покоцала, но не выбила. А вот тут отличная стрельба от Дака. Андак. Команда Ронин. Ох, опять этот священный звук. Пожалуйста, нет. Сейчас коврока коворка может выплыть на Фанама. Коворка. Эх, нет, не справляется с Фаном, хотя попытка неплохая. Как же, как же грамотно он это делает. Просто батя. Икс Криса тоже врубает Фаном. Стрельба исключительно в голову, как вы понимаете. Фрикс убирает коврку Икс Крисом. Интересное решение. Атаксы идут под огнем атаксы. Гакси накидывают. Варда там уже нокнули. Ларсона, как вы помните, кингены потеряли с самого начала. Фауста убивают. Это, кстати, еще минус одна команда. 11 тим в живых. И 28 лайф. Статистика штука неумолимая. Мираку нокнули. Гакси пытается откидывать дымы и, как я понимаю, расхилится, но зона будет душить. По идее, аптеку принять успеет, но побежит также под давлением круга. Нет, что еще и одну аптеку решает сажать. Но плохие новости не успевают. Атаксы идут в круг. Можно здесь выйти, подставиться под финстаг. Джерпси будет от Гакси по идее круг закрывать. Ну, Гакси еще одна аптека и вновь бежать. Поднимается в зону. Она умирает от зоны. Собственно. Ох, и Фрост находит беднягу Гакси минус еще одна команда. В итоге уже семь команд всего лишь на карте живы, очень много открытого пространства, очень мало возможностей скрыться. беднягу. ликс вырубает джигс неплохое решение минус каска кстати каску здесь уже в поле не найти видеть тимми за это вот откуда тимми z собственно вел свой огонь добивая выживающих в танк пытается скрыться но на такой дистанции здесь конечно ничего не поможет вените продолжает всех расстреливать вените кстати все еще в круге своими тиммейтами а вот здесь похороны для 15 склада так не работает избавляется сразу буквально там от 6 игроков за три секунды а так теряет ликса просто и кай год должны вдвоем как-то решать проблемы кай год делает ног по боцам ну но тут слева тимми z начинает настукивать тимми z должен дать еще один шот или это будет джерпси но кай год по моему уже без вариантов пытается лечиться в open space и это очень плохо а сики джек сетиме z решили перетянутся интересно любопытное решение в итоге все мы накидали джерпси вылавливает два подряд оба хатшота и взрывается собственно тимми за 31 сети его не переживает очень грубая стрельба тимми зато ставится один прост есть родина текст лежит ну и тимми z неужели сики до него доползет нет не доползет дает логично не верю в такие возможности можно было бы колеса кстати машине выбить почему-то киберспортмены забывают о том что машина после взрыва колеса то не теряет как это погибает пиди его съел вычислить клик сработает по кустам тут кракен выпускаете кракена просто добирают рост это как я понимаю еще минус команда все атак с альтернает и погибли тимми z лежит его накрывает клаутейл и что тут а и проблему ботсмана ботсмана нолкнули там перенокались в этой будке парни по моему уже по кругу кракена находит кракена пиди съедает хотя кракен мог бы закинуть сюда 12 скваду неплохую хаешку хаешки в итоге взрывается лишь на его круге но и ботсмана за это время успевают поднять вините вините очень хочется выходить из-за этого уазиком но есть опса сесть него и немножко задним ходом сдать вините именно такое решение принимает но тимми z понимаете в чем дело тимми z здесь отлично все контролировал да он получил за свою стрельбу от пиди но пиди конечно рано или поздно придется пиди не в зоне пиди конечно стреляет неплохо но тут уже вопрос на стрельбе а в зоне круг через 11 секунд будет душить пытается он от 12 склада от дымится вините при этом тимми z еще не дил но тимми за делает все правильно сандберда пиди вырубает на перетяжки флик сбежит и все-таки подвигает под уаз пытается винить и поднять ой да ладно неужели тимми z не чекнет этого момента ведь для него они открыты нет тимми z не видит кустик мешает ему совсем немножко и клауд тейл пополз уже вперед посмотрите как жестко разрезаются парни на кроя круга тимми z нас потает или нет тимми z сейчас дам просто будет получать гранаты ой да ладно но как же так я честно говоря таких гранат сразу улетаю в лобби тимми за это не лишь немножко подвинула он извинился и заполз обратно под камень а при этом 12 склад быть может подумал о том что его больше нет под камнем такое тоже ведь могло сработать вените пытается еще немножко сдать на дымящемся уазике идея так себе уазик катится без двух колес создавая укрытие но здесь есть небольшой подъем укрытие действительно создана ими z пытается выживать понимает что там ребята туда бы пороха и определить было бы папа и поинтереснее было бы поправильней но по всей видимости хаяни отклад тейл лежит за кустиком такие кустики прорисовываются на расстоянии так что проблем не должно быть ну и тимми z когда же его здесь обнаружат 41 секунда до зоны первые 1 наверное все таки пойдут поплык поползется до клауд тейлз но а тимми z может еще немножко полежать почилить разве что фликс обойдет его сбоку и постарается вычислить вот тогда конечно же не сладко ему придется пиди фликс его вырубает отличная новость для тимми z нет нет не очень пиди конечно погибает вот только и тимми z забирают следом и все остается лишь один клауд тейл должны догадываться какой куст может клаут тейлу сохранять жизнь фликс его увидел и sunbird тут же отработал по инфе вените 9 фрагов sunbird трешка фликс 4 ботсман еще один вы просто посмотрите на эти сумасшедшие враги 17 килов ну и пиди с каутейлом с обжи втроем смогли дожить до второго места сделать три килла очень круто грамотное решение безумно безумно хорошая игра для этих парней ну и отметить стоит также тимми z джерпс и сики и зелула финстаг благодаря тимми z во многом берет топ-3 это отличный результат ну и конечно проматывают в самый низ таблицы где мы видим результата команда авангар карта конечно была очень скомканная и совсем не получилось что ж ребята небольшая рекламно-музыкальная вернусь к вам с четвертой последней картой с вами старский друзья никуда не уходите не переключайтесь